Сегодня огромной, большой проблемой, которая вытекает из наивности сетевиков, начинающих. Одно из таких неприятных проявлений сетевого наива является то, что некоторые дистрибьюторы, неокрепшие люди, которые начинают этот бизнес, а к ним относятся люди не только 2-3-5 дней в бизнесе, но и год, и два, уже пребывающие в нем и продолжающие вести себя как новички. Так вот, одно из больших таких и неприятных проявлений сетевой наивности состоит в том, что человек наивно полагает, что не приложив усилий, не поработав, не сконцентрировавшись полностью, 100% на достижении успеха в той компании, в которую он пришел, и в бизнес, в который он купил, затратил деньги, время, энергию, он может попробовать еще, где-то еще себе запасной аэродром иметь, еще какую-то компанию маленькую или другую какую-то, на всякий случай. Человек усаживается на 2 кресла, на 2 стула. Нет, здесь что-то не очень идет, говорит человек, пока не очень развивается, я попробую пока здесь, еще и вот в этой компании. Тем более приглашают со всех сторон, как бы там не опоздать, там какое-то открытие, там какое-то, значит, вот сейчас вот начало, там сейчас вот нужно занять позицию, вот я там сейчас просто забью место, а здесь пока поработаю. И так далее, и так далее, и так далее. Такой змей-искуситель заползает в башку человеку новенького и говорит, а ты тут и там, и кирдык, и тому, и тому. Потому что ты пришел в бизнес. Ну, я не понимаю, например, ты взял кредит в банке и открыл магазин, вложился туда. И вот тебе нужно отбить этот кредит, и нужно подняться и раскрутить магазин. Но тебе пришли и говорят, да что магазин, магазин, давай вон кафе лучше открой. И ты идешь, берешь в банке кредит и открываешь еще кафе. И у тебя получается, что ты и не в кафе, и не в магазине. Идиотизм, никто так не поступает. А в сетевом бизнесе, поскольку инвестиции мизерные, смешные, человек позволяет себе последние деньги профукать, купив бизнес. Не приложить там усилия и начать уже поддаваться на соблазны и заманчивые предложения таких же, как и он, из других компаний. И вот если вы однажды, начав бизнес, и увидев, что люди, за которыми вы пошли, там зарабатывают деньги, и вы повелись на это, возбудились, в вас возникла надежда и желание тоже достичь успеха, если вы, глядя на этих успешных людей, не прошли их путь до конца, если вы не заплатили эту цену, если вы не поработали нужное количество времени, не приложили усилий столько, сколько надо, а заметались, как, я не знаю, и уже в другой компании, то знайте, в двух компаниях вы не усидите. И вот тут я знаю большое количество людей, которые однажды, допустив такую ошибку на старте, тут побыл, не добился ничего, тут побыл, только деньги спустил, тут побыл, тут побыл, и вот начинаются дальние поля зеленей, там не надо так работать, там нет таких недостатков, там все здорово, и все. И есть такие летуны, и человек превращается в летуна. Вот есть мужики такие летуны, он женился, что-то жена не то, разженился, ребенок остался. Попробовал вторую жену, вторую семью создать, тоже что-то не то. Третью, и так и понесло тебя по рукам. И чем дальше ты двигаешься, тем жены все хуже и хуже почему-то, мистика какая-то. Верность, мозги в голове, которыми думают, если ребята добиваются успеха, я тоже добьюсь. Что они такого делают, что они добились успеха? А, им потребовалось время полгода, кому-то полгода, кому-то месяц, кому-то два. Я только что рассказывал историю про Тома Шрайта, известного, величайшего человека в сетевой индустрии. Его псевдоним литературный, большой L. Супер книжки пишет, знает все. Изнутри, маленькие книжечки, в которых, вот вся суть, они мне очень помогли. Гуру, настоящий гуру, настоящий человек, на которого можно смотреть и повторяя его действия, обязательно преуспеешь. Так он рассказывает свою историю, что он два года, два года, два года, никого не подписал, ничего не продал, ни копейки, ни за два года. Везде, говорит, я ходил, я везде был, и у меня ничего не получалось. Два года ему потребовалось. Почему? Никто не знает. Зато он сейчас муж и миллионер. За его консультацию люди платят сумасшедшие деньги. За его тренинги люди платят огромные деньги, съезжают со всех стран мира послужить то, что говорит этот человек, который на брюхе пропахал. Почему он знает? Потому что у него есть опыт, он стоял два года на одном. Вот бы он заметался из одной компании в другую. Тут не добился, там не добился, тут не добился. И разве он был бы гуру? Нет. А почему он стал гуру? Потому что он шел до конца, до упора, до тех пор, пока этот бизнес не начал давать отдачу. Я заставлю этот бизнес работать. Я мужчина, я женщина, я человек дела, я человек слова. Я заставлю его работать. Если у других получается, я заставлю работать эту систему. Я научусь. Я сделаю так, что у меня все будет, как у них. И даже лучше. Вот как ведут себя умные люди. Я часто смотрю видео о боксе. Я люблю бокс. Человек вышел и бьется до конца. Его бьют, он до конца бьется. До последней секунды. Вот вся физиономия раздолбана. А он все равно встает и идет. Потому что он вышел побеждать. Даже если он явно проигрывает, он бьется до конца. Ну, проиграл бывает, на то и спорт. И в бизнесе так. У меня четыре компании за плечами. Вот это четвертая моя компания за 17 лет. Два раза я сто процентов ошибся. Ошибся в людях. Ошибся в продукте. Ошибся. Но я в каждой из компаний был вице-президентом. Я там добился результата. А ушел, потому что я увидел, что это не перспективно для меня. Мои люди не зарабатывают деньги. Ну, в общем, я дошел до какого-то предела. Я построил организацию. И понял, нет, я ошибся. Надо признать, что я ошибся. Надо признать. Я сказал, ребята, я ошибся. Я выхожу. Извините, вы как хотите. Я буду искать другой бизнес. Мне это не подходит. Я проработал больше года. Я здесь не могу работать. Вот я заработал столько-то денег. Меня не устраивает такой темп. Только потому, что прежде всего, что мои люди не зарабатывают. Это тяжелый, неподъемный бизнес. Я так не хочу. И я вышел. И начал искать новую компанию. Были предложения мне, вот лично были предложения, когда я в том бизнесе был неудачным. Были. Были множество. Но я не мог себе допустить. Потому что это было неправильно. За мной люди были. Я бизнес веду. Я надеюсь. Я еще пытаюсь. Я пробую. Я проверяю это. Я стараюсь так, так, всяк. Не получается. Не идет. Все. Я понял. Я принял решение, что это ошибка. Тебе нужно сменить компанию. И я объявил об этом и вышел. И начал искать другую компанию. Это же нормально. И никто не застрахован от ошибок. У меня теперь есть опыт, с помощью которого я могу кому-то помочь. Кто-то может прислушаться и не сделать таких ошибок. Я, например, здесь мне рассказал о продуктах MLM. И там на канале, на ютубе парень, где меня раскритиковал сегодня за то, что я ошибки эти сделал. Наверное, хотел денег нарубить. Бару на встречу хотел. Да, я хотел заработать. Я хотел заработать. Я в сетевом бизнесе. В бизнесе называется сетевой. Я здесь прихожу и зарабатываю деньги. Больше никаких целей не имею. Я не прихожу сюда дружить, обниматься. Кому-то что-то доказывать. Выглядеть красиво. Поучать кого-то. Нет. Я пришел, зарабатываю деньги. Надеюсь, вы тоже. Чтобы зарабатывать деньги, нужно выложиться до упора. Смотреть надо на других. Есть люди, которые зарабатывают. Значит, и я смогу. Если никто толком не зарабатывает, все брешут, все врут, все красиво рассказывают. А денег нету. И ты убедился об этом. Разворачивайся и уходи. Но только не позволь себе поддаться на уговоры искусителей разных. Соблазнителей. Которые считают своим долгом строить или возможным строить свой бизнес, выдергивая из чужих организаций других людей. Так делают нехорошие люди. Это неправильно. Иногда невольно мы из чьего-то бизнеса людей забираем. Невольно. Но когда ты осознанно знаешь, что тот человек работает в компании, и ты начинаешь его совращать, а для того, чтобы совратить, тебе нужно рассказать, что его бизнес дурацкий, плохой и нехороший, неправильный, и что там продукт плохой, не того поколения или еще что-нибудь, то тогда ты неправильно ведешь себя. А если тебя атакуют таким образом, то ты тогда должен понимать, что человек, который тебя вербует и рассказывает, что у тебя не тот бизнес, говорит тебе, что ты лопух, что ты не туда вступил, что у тебя мозгов нет, ты не то выбрал. Он тебя оскорбляет, а ты ведешься и идешь за ним. Но если он тебя сегодня переманивает в другую компанию, завтра он тебя бросит и будет в другую компанию переманивать уже кого-то другого. Короче, вывод. Если вы пришли в бизнес и начали его, добейтесь результата, добивайтесь результата, добивайтесь результата, сколько бы это не потребовало времени. Если продукт работает, если маркетинг-план работает, все выплачивается. И если есть люди, которые довольны и продуктом, и преуспевают в этом бизнесе, и их много. Значит, если это так есть, и ты сможешь. Может тебе просто больше времени потребуется, как к тому Шрайтеру, большому Эллу, и ты когда-нибудь станешь легендой сетевой индустрии. Если ты выложишься до конца здесь. Но если ты как проститутка запрыгала из одних в руки, из одних в руки, из одних в руки, из одних в руки, все, пошел по рукам. Это наивность, это сетевой наив. Очень опасная тенденция. А начинается мыслишки такой. Что-то у меня здесь не идет. Что-то там вот этот мой спонсор на меня не так посмотрел. Что-то там где-то система не так работает. Вот из компании мне ответа долго нет. Еще что-нибудь. Знайте, ничего совершенного нет нигде, ни в одной компании, чтобы все было совершено. Или продукта нет, или там спонсоры не такие. Это реальная жизнь. Точно так же, как новая жена, обязательно не так. Или тапочки ставить не так, или бигуди у нее не такие, или за рта у нее пахнет, или матерится она, или еще что-нибудь, какая-нибудь зараза вылезет. А ты уже свою первую любовь бросил, потому что тебе показалось, что она недостаточно тебя любит, или недостаточно ухаживает за тобой, или еще что-нибудь. Ну, это другая сфера, конечно, поверхности нельзя к этому относиться. Но смысл такой, я не хочу, чтобы кто-то уподоблялся вот этому летуну такому, который поманили, и он побежал. Стой на своем. Держись твердо. В трудных обстоятельствах держись твердо. Стойко. Вот суть. Это называется заплатить цену. Это называется приобрести опыт. Это называется проявить характер. Проявить свою сущность. Если ты стоишь, ну, ребята делают, и я что, хуже, что ли? Что ты меня переманиваешь? Как я буду сидеть на двух стульях? Ягодицы порвутся. Ё-моё. Желаю вам удачи. Не допускайте таких мыслей в голову. Они вас разлагают, эти мысли. Это всегда слабость. Коррозия, она начинает разъедать. Ну-ка я себе, это слабость, слабина. Как только две компании, значит тебе кирдык. Желаю вам удачи.